итак друзья всем привет снова в кочегарке значит речь пойдет сегодня вот о чем злополучной крышки клапанов очень данное время количество дней назад сделал я вот такую шпильку под крышки клапанов за что в принципе получил порцию критики ребят от своих друзей действительно качество данной шпильки оставляет желать лучше то есть я что-то сначала приобрел ее думал посмотрел не она понравилась классная вещь все хорошо но на самом деле нефига не хорошо ребят все потому что это накатная резьба на данном на шпильках полная г то есть производитель на данном случае был китай что делает они берут пруд меньшего диаметра на нем накатывает резьбу такой вот плана причем угол этой резьбы он очень острый то есть тут порядка наверно 30 градусов то есть гайки на не все вот эти гаечка стоит она на ней болтается под стандартный ну как бы померял я плашкой прогнать и пробовал вот я подаю делал от этой с одной стороны и отрезал я проходил ее плашкой вот она идет а дальше то есть плашка не идет дальше по по резьбе также как у гайка она ходит определенного винда и устанавливается то есть резьба здесь ну шанс полтора стандартный но я не знаю какой он там в общем ни одна гайка не закручивается так конечно бы лучше было бы взять наверно пруд и самого проката прогнать резьбу на пруда такого я не нашел в общем взял просто болт болт тоже из магазина вниз в допуске далеко скорее всего что то что может быть китайский но здесь вот резьба она в разы не посмотрел специально брал выбирал все нам меньше хочет степень затяжки у него 58 болта посмотрим 58 но резьба здесь намного лучше по сравнению вот с этой шпилька сейчас я покажу вам то есть она мельче или что она идеально она намного лучше поэтому сейчас я его обрежу нарежу на нем резьбу ну в смысле подправлю его шляпу сейчас явно берем также стандартно сделаем поставили туда закрутим клапанов я бы с другой стороны вы не парился бы даже в принципе если вот вот это вот крышечка зрения шпилька держала бутылка крышку но они же еще и коровы состоят толкатель вернее поэтому так все пойдем что ты так мы шпилька готова наш называется почувствую разницу между той то есть мой правильно это и тогда но этот гсг а это вот более-менее все сейчас мы пойдем я поставил закрутим сначала то есть вы которая которая у нас так вот что шпильку я установил оставить наш коровы слов на место на место установим коровы слов потом поставим саму головку вернее крышку и зафиксируем ее но коп она уже ее нужно ставить пока без прокладки потому что был потом регулировать папа на уже нам нужен вот где компрессионный клапан поэтому сейчас поставлю пока коровы слов закручу их уже на готово но потом уже займемся кнопкой здесь на самом на самой ходу есть направляющие вот это вот нижнее отверстие то есть она ставится вот вот так вот к низу так как есть так она и ставится коровы слов на место поставил смотрите если вас явно регулировать зазоры кухону там 025 должно быть наверное все вот остановлю пока крышку поставлю все дело место сейчас надо будет еще прикладку поставить на нее лючок там стоит на декомпрессор поставлю установим ее а уже потом а вот снимать защитный кожух уводить там метки на здесь вот должна быть метка стоять здесь 0 на маховике на защитный кожух снимать ладно а тем как установил прокладочку на место поставил так мы все установил крышку декомпрессора здесь такой лючок поставил старую прокладку хотя вырубал до этого испаронита но оставил там весь прорезине наверно какая-то так что она пускай будет стоит все на промыслом диаметика там вроде она нормально сейчас установлю крышку закручу ее и останется отрегулировать вот здесь есть канал такой вот я сначала думал это канал нет на самом деле это просто направляющие крышки клапанов поэтому надо чтобы она совпадала вот стоят с тем штырьком тогда она вот стоять на месте так